В преддверии главного праздника весны цветы распустились не только в вазах, но и на прилавках к традиционной весенней ярмарке, которую ежегодно организуют ленские феи. В очередной раз они подарили посетителям свои изумительные работы. Все, кто на ярмарку пришел, не остался без подарков и хорошего настроения. Оценили богатый ассортимент и наши коллеги. У меня разнообразие работ. У меня начинаются от текстильных тюльпанов, которые никогда не завянут, как называется. Потом интерьерные куколки с комплектами одежды, броши ручной работы, из кожи, из натуральной изделия, сумочки, украшения, различные блокноты. То есть на любой возраст, контингент. Удивительные работы на каждом шагу. На ярмарке рукодельниц мастерицы представили свои лучшие изделия, которые буквально разлетались с прилавков. Я на этой ярмарке впервые. Хочу приобрести еще, пока в руках держу. Настя, она очень молодец, делает такие прекрасные наборы, подарки нашим женщинам, подружкам. Так что приходите на ярмарку. Что это за наборы, что они из себя представляют? Имбирное печенье, вот так оформлено очень красиво. Вкусненько, самое главное. И приятненько. Но чтобы создать подобную красоту, от девушек требуется немало времени, терпения и, конечно, опыт. Мастерица Олеся Васева занимается рукоделием уже пять лет. В каждой ярмарке она готовится с душою. Своими руками делает альбомы, открытки и даже обложки для паспорта, выполненные в технике скрабукинг. Я вспомню свою первую работу. Это была открытка для близкого человека. Тогда еще вообще не подозревала, что такое скрабукинг, что есть такое увлечение. Все было сделано из подручных материалов, из обычной цветной бумаги. Но тогда уже это понравилось моему, так сказать, адресату. И я занялась этим, потому что мне самой это понравилось. Я посмотрела интернет-ресурсы, купила первый какой-то набор необходимых материалов и вот до сих пор увлечена. Как увлечены и другие рукодельницы. Кто-то уже много лет шьет мягкие игрушки, кто-то делает украшения на любой вкус, а кто-то вяжет. И к каждому своему произведению мастерицы относятся как к родному ребенку. Ведь без вдохновения и любви к своему увлечению не было бы ровным счетом ничего. Впервые к рукодельницам присоединились мастерицы макияжа и красивых волос. В бьюти-уголке все желающие могли сделать модный мейкап или накрутить локоны. 8 марта женщины. Женщины все любят красиво выглядеть, особенно к праздникам. Вот так идея возникла. На праздничный лад настраивало и музыкальное оформление. В течение всего дня в холле звучала живая музыка. Гитаристка Юлия Туркина с радостью откликнулась на приглашение мастериц. А особым украшением ярмарки стала яркая фотозона, выполненная в нежной цветовой гамме, которая напоминала посетителям о самом весеннем цветке-подснежнике. Праздник рукоделия продолжался два дня. Следующая встреча феи-рукодельниц с линчанами уже запланирована на декабрь.